МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посильная помощь. В Чувашии в 18-й раз стартовал благотворительный марафон именем детства во имя детства. А город подумал, учения идут. Спецслужбы сегодня оцепили крупный торговый центр. Золотая гиря. На турнире в Яльчиках богатыри жонглировали пудовыми снарядами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вчера пришла новость об еще одном убийстве усыновленного российского ребенка в Америке. Это трагическое событие. Сегодня весь день обсуждают в Госдуме. Мы связались с депутатом от Чувашии Аленой Аршиновой. К сожалению, случилась очередная трагедия. В Соединенных Штатах Америки погиб российский гражданин. Это малыш Максим Кузьмин, трехлетний ребенок, который погиб от рук американских усыновителей. В очередной раз мы убедились в правильности тех мер, которые предприняла Государственная Дума, когда внесла норму запрета на усыновление детей именно американскими родителями. Действительно, мы должны защитить вот такого произвола в американских семьях над нашими детьми. Сегодня с трибуны Государственной Думы были озвучены призывы к Государственному департаменту США, который является ответчиком в данном случае, с тем, чтобы максимально оберегать детей и каким-то образом вмешаться в ту ситуацию, которая сложилась. Ну и, конечно, проблемы нужно решать именно внутри нашего государства. И сейчас рабочая группа в Государственной Думе, возглавляемая Неверовым Сергеем Ивановичем, работает над проблемой усыновления, над тем, чтобы развивался институт усыновления в Российской Федерации. Я являюсь также членом этой рабочей группы. И уже несколько дней назад я встречалась с приемными родителями, с теми, кто усыновлял чувашских деток в Республике Чуваша. И были взяты все предложения на вооружение. Более того, они уже были и озвучены в рамках этой рабочей группы. И более того, они уже даже попали в постановление правительства Российской Федерации. Поэтому здесь работает все достаточно быстро, потому что мы понимаем, что нельзя терять ни минуты. Комитет профильный пригласил посла США Макфула тем, чтобы он объяснил сложившуюся ситуацию и разъяснил позицию американской стороны и озвучил те действия, которые они будут предпринимать, чтобы спасти жизнь исходного брата и всех детей, кто сейчас продолжает жить в Америке. Но Государственная Дума выразила свою позицию. Мы считаем, что вот этого ребенка необходимо вернуть на родину и действительно более пристально следить за тем, как развивается ситуация относительно детей, которые были установлены и отправлены в Соединенные Штаты Америки. А в Чебоксарах сегодня стартовал традиционный благотворительный марафон именем детства во имя детства. Уже в 17-й раз. 100 рублей 200, а кто и 10 тысяч рублей. Ежегодно марафон собирал солидные суммы. Все эти средства направлялись на неотложные нужды детям в детдома, дома-интернаты и неблагополучные семьи. Средства вносили не только простые жители республики, но и предприятия. Мы с вами стали все больше собирать денежных средств. Сначала был миллион, потом два, потом три, потом пять. Сейчас у нас в среднем 7-7,5 миллионов мы собираем и направляем, повторюсь, не только на поддержку домов, интернатов и школ, а уже непосредственно одаренным детям. В фойе дворца посетители встречали картины стипендиатки детского фонда. Она, по словам Юрия Кислову, вполне может стать знаменитой художницей. Первые 5 тысяч рублей были перечислены еще до старта марафона. Как всегда, организаторы марафона направят средства на самое необходимое. Покупку оборудования для детских больниц, ремонт образовательных учреждений. За долгую историю марафона у детского фонда есть постоянные адреса доброты. В столице Чувашии звание почетного гражданина учреждено в 1983 году. Первым его получил Андриан Николаев. С тех пор звание присуждается ежегодно и в списке выдающихся 28 человек. В последнее время награду получают два человека. И это правильно. Достойных людей много, а место одно. Награды вручают в канун Дня города, летом, а зима – время подачи заявок. Они будут приниматься до 17 июля этого года, оформленные в виде протоколов собраний. Название почетных гражданин города Чебоксары выдвигают рабочие коллективы, общественные организации, объединения, обсуждая в своих коллективах предварительно кандидатов. Учитываться будет, во-первых, вклад в развитие Чебоксар по разным направлениям – в культуре, в искусстве, в предпринимательстве. Во-вторых, человек должен быть известен не только на территории нашей республики, но и в России, в мире. Победитель определяется большинством голосов на заседании городского собрания депутатов. В прошлом году в положении о почетном гражданине города Чебоксара были внесены изменения, согласно которым почетные граждане города Чебоксары получают финансовую поддержку ежемесячную. Она небольшая, но, тем не менее, приятная для почетных граждан с одной стороны. С другой стороны, она подчеркивает значимость этой награды. По окончании сбора документов на сайте города Чебоксары будет открыто интернет-голосование, так что в выборе почетного гражданина 2013 смогут принять участие все желающие. Мария Данилова, Евгений Анисимов, Республика. Почти 2 миллиарда рублей поступили в Республику в 2013 году. Средства будут направлены на реализацию федеральной целевой программы развития транспортной системы России в 2010-2015 годах. В частности, на строительство и реконструкцию автомобильной дороги М7 «Волга». Проблема вывоза мусора в последнее время становится все более актуальной. Она касается всех населенных пунктов. И если с вывозом ТБО ситуация так или иначе решается, то с утилизацией крупногабаритного мусора возникают сложности. Как решают эту проблему в Чубаксарах, выясняла наша съемочная группа. Современный мусоровоз уже две недели тестируют в северо-западном районе столицы. Машина изготовлена в набережных Челнах по австрийской технологии. По словам представителя завода, у автомобиля множество преимуществ по сравнению со старыми мусоровозами. Раньше, чтобы убрать выброшенную мебель, бытовую технику, приходилось вызывать дополнительные машины. Новая же модель перерабатывает крупные отходы сразу на месте. Кроме этого, в машину помещается в три раза больше мусора. Да и работает она на экономичном газовом топливе. Машина проезжает, забирает контейнера, и наши же люди грузят крупногабаритный мусор в эту же машину. То есть, соответственно, это будет в итоге удешевление для жителей города на вывоз мусора. Это будет намного быстрее, если вы правильно заметили. Вот сейчас мы убрали сколько? Шесть контейнеров. Затратили на это две с половиной минуты. И еще потратили три минуты на уборку крупногабаритного мусора. Это намного быстрее, чем старая техника делает. Пока сотрудники спецавтохозяйства только тестируют машину из набережных Челнов. Испытания в городе проходили и подобные машины других производителей. Но остановиться решили все же на разработке соседей. До 2015 года спецавтохозяйство планирует вывести 16 таких машин на улицы города для уборки территории. Дмитрий Точилов, Георгий Казнин, Николай Яковлев, Республика. Сегодня утром из торгового центра «Мегамол» вновь эвакуировали персоналы и покупателей. На место были экстренно стянуты оперативные службы. Все подъезды к торговому центру перекрыты. За оцепление не пропускают никого. Парковку очищают от машин. В течение нескольких минут сюда прибыли сотрудники полиции, МЧС, кинологи, медики. Информация о том, что «Мегамол» опять заминировали телефонные террористы, вмиг разлетелась на интернет-форумах. Со стороны все выглядело чересчур продоподобно. Шо, опять? Ага, только что по радио слышал. Говорят, с кинологами бомбу ищут. Разговаривала сейчас с Альбертом Ильиным. Он проезжал мимо, сказал, что действительно территорию перекрывают. Улица Калинина в том числе. Ищите объездные пути. Наверное, опять кто-то прикалывается. Позже выяснилось, что тревога действительно оказалась учебной. Никакой бомбы внутри здания не было. Шутники сегодня сюда тоже не звонили. В торговом центре свои действия отрабатывали экстренные службы. В учениях принимали участие и сотрудники магазина. Причем сигналы о тревоге для них были внезапными. Нет, не предупреждали. Как эвакуировали? Скажите, что? Ну, я эвакуировала всех. Ну, вы там работаете, да? Да. Что было-то, скажите? Ну, что было? Нашли бомбу и стали эвакуировать. Место для учений выбрали не случайно. Работу торгового центра срывали уже не раз. Правда, никогда реальную бомбу в здании не находили. Телефон у шутников удавалось задерживать всегда. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. В Чубаксарах устанавливаются обстоятельства самоубийства пациента одной из больниц. Это произошло около пяти часов утра 19 февраля. Тело 39-летнего мужчины обнаружили в палате стационара. По этому факту, следственным отделом по городу Чубаксары следственного управления СКР по Чувашии проводится доследственная проверка. Как следует из ее материалов, пациент был госпитализирован 15 февраля. При этом диагностированное у него заболевание не могло вызвать серьезного беспокойства. За время нахождения в больнице мужчина никаких мыслей о суициде не высказывал. Тело погибшего обнаружил медицинский персонал. Данных, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не имеется. В последнее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, в том числе судебно-медицинские исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются также мотивы совершенного поступка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Чубаксарах прошел очередной рейд «Нетрезвый водитель». В нем, кроме инспекторов ДПС, приняли участие представители средств массовой информации, блогеры и посетители форума на связи. За четыре дня в городе выявлено 30 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На всех нарушителей были составлены административные материалы, которые затем направили в суд. Один «Нетрезвый водитель» все же стал виновником ДТП. На перекрестке улиц Кадыково и Пролетарская столкнулись автомобили BMW и Lada Priora. По предварительным данным, виновником аварии стал пьяный 22-летний водитель иномарки. Молодой человек, к тому же, ранее был лишен права на управление автомобилем. В результате аварии пассажирка Lada была доставлена в больницу. Пудовые снаряды им нипочем. В селе Яльчики мерялись силой тяжелые атлеты из Поволжских регионов. Именно здесь отгремел второй республиканский турнир по гиревому спорту. Призы для его победителя учредил председатель Государственного совета Чувашии Юрий Попов. В прошлом он и сам был гиревиком. Завоевал титул мастера спорта. Впрочем, и сейчас депутат старается не отставать от молодых. В этом убедились мои коллеги Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. На земле русские еще не перевелись богатыри. Это вновь показал турнир по гиревому спорту. Помериться с силушкой на нем решили более 200 участников. Не только маститые спортсмены, но и начинающие. Таких масштабных соревнований Яльчики не принимали давно. Символично, что проходили они в ФСК под названием Улоп. Что в переводе с чувашского означает «богатырь». Больше и больше россияне начали заниматься гиревым спортом. Наверное, на новую руку это гиревый спорт. Не только, как и в руках, мы уже будем ходить. Первым на ковер вышел сам виновник торжества. Гиря в его руках необычная, золотая. Такой оригинальный подарок Юрию Попову преподнесли гости из Кирова. Пудовым снарядом он словно жонглировал. Подкидывал груз только одной рукой. От титуловного гиревика не отставали и молодые спортсмены. Три, два, один, старт. Одним из триумфаторов турнира стала 20-летняя Вера Николаева. С виду хрупкая девушка подняла тяжелую гирю 138 раз. Хотя, признается участница, для нее это далеко не лучший результат. Гиревым спортом девушка увлекается давно и говорит, что это семейная. Пудовые снаряды тягают ее братья и даже мама. На турнире все они поднимались на пьедестал почета. Мужчинам выпало непростое испытание. Гири они поднимали от груди. Многие атлеты в этом виде спорта делают только первые шаги. Хожу на тренировку два года уже. Ну, нормально пока у меня получается, удачно. Занимаю второе и третье места. Ну, бывают первые иногда. В непростой борьбе большинство наград собрали хозяева турнира. Жители села на пьедестал почета поднимались особенно часто. Гиревой спорт здесь развивается стремительно. Видимо, многим не дает покоя слава уже прославленных земляков. Так уж получилось, но понятие гири в яльчиках уже давно стало самым популярным видом спорта. Именно отсюда вышло 20 мастеров России. Турнир на призы спикера госсовета Юрия Попова прописался на его родине всерьез. В следующем году соревнования пройдут именно здесь. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы Республика. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова